Падение цивилизации Это просто сбой, исчерпание ресурсов, малозапасенных и внедренных энергий, перерасчет, необходимости продолжения эксперимента при других параллельных характеристиках. Да, это жестко, сухо, нет, это констатация почти инженерная фактов, а не жестокость. Любовь пронизывает вселенную, боль – это любовь, миф, легенда – это любовь. С гибелью цивилизации как бы исчезают науки, и все, возможно, добытые в поте и неимоверных трудах, мысли мудрые, важные. Порой, правда, некоторые технологии переходят по наследству, случайно или целенаправленно, иным цивилизациям или прокультурам. Читайте веды, правда, с долей критицизма, учитывая временной характер. Там все сказано. Даже в иудо-христианской Библии есть этого отголоски. Правда, мизерные и искаженные до нельзя, так сказать, на потребу нужд правящей ныне элиты. Науки пусть исчезают, все равно они слепы и неправильны. Новые при новых цивилизациях будут другие поначалу. Более жизнедеятельные. Потом, конечно же, и они деградируют по закону инволюции материи и эволюции духа. Но вернемся, наконец, к нашим инкам и их предкам. Они великолепно обрабатывали металлы, знали платину и использовали ее вместо золота и серебра. В разнообразных вариантах. Египтяне не знали платины, как считается. Хоть и обрабатывали металлы различными способами. В Европе, как считается, познали метод получения платины лишь в 1730 году. Отсталость? Или все-таки все зависит от необходимости и потребности? Трудно, но нельзя не привести более важный аргумент. И еще искажение истории. Вопрос решается просто. Мы совершенно не знаем нашей истории. Естественно, и единственное, что повторяем, это то, что нам говорят так называемые ученые-мужи-лжецы и наймиты. Мы должны начать реально читать следы и знаки ушедших культур и цивилизаций, не менее развитых, чем современная культура. И тогда мир, прошлый, наша предтеча выйдет из тени забвения и искажения. И окажется, что мир был един, а Америка не только дарила нам помидоры, картофель, сахарный тростник, какао, перец, кукурузу, фасоль, дыни. Но и участие в своем движении общечеловеческом сохраняла еще эту цивилизацию при дыхании, при существовании. Влияние же Европы, этого осколка Великой Империи, оказалось адекватным. Она щедро одарила местное население болезнями, алкоголем, ложью, разложением и смертоубийствами. Европа, этот уже осколок некогда высокой цивилизации, расчищала себе место и уселась там, неуклюже и жестко, где и поныне сидит, загнав туземцев, где в резервации, а где в государство сателлиты. Мы, конечно, можем перечислять то, что умели и что наследовали туземцы Америки от наших общественных, от наших общих великих предков. Их медицина стояла на высоком уровне. Они знали хинин, первое из лекарств, действие против малярии. Развили фармацевтику, которую и современная медицина активно использует. Из коры некого дерева создавали экстракт, приблизительно похожий на аспирин. Использовали средства, понижающие ощущение боли, а также всевозможные антисептики, очищающие средства, вазелин и множество других лекарственных субстанций. А в области хирургии инки и особенно их предки стояли намного выше, чем их современные или тогдашние, тогда же существовавшие народы мира. Знали щипцы бдородов, а также использовали стягивающие перевязки, что свидетельствует об их знании кровообращения. Использовали снотворное на базе кокаины, вату и делали профессиональные перевязки, а также ампутации, проводили успешно трепанации, цесарские операции, трансплантацию кости, кастрацию и так далее и тому подобное. Все ваши данные перечисления дают возможность утверждать в сравнении, что сохраняемая на американских территориях цивилизация была более экологична, менее энергозатратна, биоресурсная по технологиям и не была примитивной. Все это, что о ней говорится, о ее жестокости и примитивности, это искажение будущих западных историков. И у нас есть предположение, что столь долгая изоляция была умышленно создана Тартарской империей, так называемой, и пока она не погибла. И именно она как бы сохраняла и пыталась потом в дальнейшем, было планировано общее создание такой же примерно общечеловеческой цивилизации. Но Тартария погибла, и мир мы видим таким, какой он ныне есть. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok